ну привет друзья а вы читали кастанеду ну извините за дурацкий вопрос еще бы кто же не читал старика кастанеду так вот если помните дон хуан не советовал дружить шакалами так как шакалы обманщики и шутники а вот и змей по его словам выходят замечательные друзья собственно об этом и мой рассказ и так на нашем участке в уганде была нора оставленная термитами в ней ты поселилась змея молоденькая черная мамба естественно вначале ее появление не вызвало у меня никакого энтузиазма ну ведь мало кто будет испытывать радость от такого соседства есть даже такая такое заболевание гепертофобия боязнь ящерицы змей признаюсь у меня даже была мысль зарубить ее лопатой но не смог как можно убить живое существо только за то что она родилась ядовитым и мы стали мирно сосуществовать постепенно наши отношения налаживались мы перестали бояться друг друга откуда то пришло осознание что ее яд не для меня а моя лопата не для нее мы стали встречаться примерно раз в неделю обычно это случалось вечером когда день уже клонился к закату я брал стул и садился примерно в трех-четырех метрах от ее норы и мы вместе проходят провожали уходящее солнце иногда даже беседовали да хотя слова беседа наверное не совсем правильно характеризует то что происходило ведь мамба никогда ни о чем не спрашивала она и так все знала я же любил ей задавать разные вопросы и она хоть снисходительно но все же не показывая своего превосходства отвечала краткость и зрелый ум несмотря на молодость были основными ее качествами как раз в то время я серьезно запал на одну девчонку из племени баганда но часто встречаться с ней не мог постоянные разъезды наличие жены как-то не очень способствовали развитию наших отношений и тогда это засранка продолжая время от времени видеться со мной параллельно закрутила роман с каким-то долговязым голландцем который работал в уганде по линии он этот деловой голландский хер то прилетал то улетал то прилетал снова очень летучий был этот голландец я уж не знаю что он полезного такого сделал для африки но только деньги потраченные на его денег потраченных на его билеты хватило бы чтобы накормить не одну сотню сирот о которых так многочисленные миссии якобы заботятся я видел как-то раз его в баре он действительно походил на ходячий член длинный летающий голландский хуй я очень переживал во мне проснулась ревность захотелось его отпиздить вот тогда то я и пожаловался мамбе на свою жизнь ну как же так мамба я сижу здесь а моя любимая девушка может быть как раз именно в этот момент трахается с этим долговязым уродом змея как всегда не спешила с ответом в ее маленьких глазах искрился закат если ты любишь наконец прошептала змея то примешь такой какая она есть но я не могу так мамба ведь этот же голландец лапает ее своими ручищами сует в нее свой поганый хер я даже уверен что его член такой же длинные тонкие как он сам он кончает в нее мамба змея снова выдержала паузу ну и что влагалище от этого у нее совсем не изменится и останется на том же месте а ведь верно и мне сразу стало легче и откуда только в ней было столько мудрости а еще через несколько дней голландца из уганды перевели работать в косово я все еще выспрашивал у мамбы уж не ее ли это работа но ответа так и не получил а потом случилась трагедия человек который время от времени убирается на нашем участке убил ее палкой этот ублюдок даже рассчитывал получить деньги и с гордостью не скрывая при этом своей омерзительной варварской радости продемонстрировал мне трупик моей мамбы так часто бывает в нашей несправедливой жизни низшее убогое примитивное существо убило высшее создание вероятно наша дружба сыграла с ней плохую шутку мама привыкнув ко мне перестала избегать людей наделив ее магическими способностями я наивно полагал что она сама себя сможет защитить она нуждалась моей помощи ведь недаром же она поселилась именно рядом со мной прости меня за это змея ты верила мне а я после этого случая я уехал в москву по делам моя жена позвонила мне из уганды и сообщила что ночью на нас было совершено нападение неизвестный перелез через забор и даже попытался выломать дверь в дом ну к счастью безуспешно нас наш пес от ас его зовут отчаянно лаял но на преступника так и не напал ну это простительно во-первых ему тогда было только шесть месяцев а во-вторых собаки родственники шакалов а те как известно шутники на собак полагаться нельзя верить можно только змеем вот была бы жива моя мамба она бы нас защитила но жизнь продолжается она ползет как змея в траве чтобы защитить свой дом на забор нам пришлось натянуть колючую проволоку и вот о чем я подумал проволока ведь она так напоминает змею пусть и это будет памятником моей маме а а а а а а